Кишинев Кишинев стал центром неформального диалога глав МИД и Министерства экономики стран Восточного партнерства. Основной темой переговоров стала подготовка саммита, который состоится в ноябре в Брюсселе. Безусловно, для правящей коалиции, сделавшей евроинтеграцию своей главной идеей, это событие из разряда наиважнейших. Однако, как считают многие аналитики, все не так просто. И в последнее время отчетливо видны противоречия, грозящие перерасти в серьезные проблемы. Проблемы, которые могут больно ударить и по стране. В любом случае, разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте, мы возвращаемся на экран. И я представляю моих гостей. Это люди, которые придерживаются противоположных взглядов относительно евроинтеграции, о чем не раз говорили в этой студии. Это Валерий Огелецкий, руководитель парламентской группы Народно-Европейской партии, вице-председатель ПСЭО. Ну как, да? Все правильно? Все правильно. Здравствуйте. И Влад Батрынча, депутат от партии социалистов Республики Молдова, исполнительный секретарь партии. И вам здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот знаете, есть разные мнения о восточном партнерстве. Есть те, кто о нем хорошего мнения и по сей день. Однако критиков, на мой взгляд, стало гораздо больше. Например, министр иностранных дел Польши совсем недавно заявил, что он считает восточное партнерство вообще провалом. Провален проектом. Вот мне интересно, как сегодня, спустя вот уже несколько лет, да, как мы являемся членами этого партнерства, оцениваете эту организацию вы? Господин Гелецкий, вы не разочаровались? Нет, я не разочаровался. Я наоборот думаю, что этот проект, когда был начат, и, кстати, Польша была одна из стран, которые... Да, Польша и Швеция. Да, они выдвинули этот проект. Он был необходим, потому что Евросоюз прекрасно понимал, что на границе, скажем, Евросоюза есть страны. И очень важно, чтобы в этих странах и демократия развивалась, и чтобы были хорошие партнерские отношения с соседними странами. И немало было сделано за эти годы. Были различные проекты развития инфраструктуры, ну и другие проекты, которые помогали странам восточного партнерства, чтобы они развивались, чтобы они приближались к Евросоюзу. В какой-то степени, я понимаю, есть какое-то разочарование, но мне кажется, это не только связано с восточным партнерством. Кто-то может такую же оценку дать и Евросоюзу, потому что в Евросоюзе тоже есть свои, скажем, внутренние проблемы и так далее. Не все так гладко, не все идеально гладко. Ты делаешь какие-то определенные планы, а потом жизнь вводит свои коррективы. Поэтому я думаю еще раз, что восточное партнерство было нужным. Вовремя был этот проект запущен. И на сегодняшний день есть определенные результаты, но есть, естественно, какие-то и ошибки, и то, что не удалось до конца сделать. Но жизнь, несмотря на то, что вводит свои коррективы, она и помогает двигаться вперед. И поэтому я так с оптимизмом смотрю на этот проект с тем, что Молдова благодаря этому проекту сможет еще больше приблизиться к Евросоюзу, сможет улучшить жизнь наших граждан благодаря тем проектам и инвестициям, которые делаются через восточное партнерство. Вы знаете, ваши рассуждения не на вы, но с вами спорят не только именитые европейские политики в лице тех же поляков, которые честно говорят, что отвели роль буфера между Россией, ну вы знаете эту историю, и ЕС, именно странам этого партнерства. Но более того, доктор политических наук, вы знаете наверняка Свободный университет Берлина. Так вот, человек, который отвечал и был координатором проекта по научной части, Эстер Адамер, она четко сказала, что ЕС недооценил близость бывших советских республик с Россией, прежде всего экономически, а роль ЕС для нас была переоценена. И кроме того, она сказала, что элиты не заинтересованы в свободных и честных выборах. Именно в этом она видит все проблемы, которые существуют. То есть она тоже не в восторге. Но ваше мнение есть ваше мнение. Господин Батрынч, я вам предоставлю слово. Ну, я бы не стал делать однозначных выводов под успешностью или неуспешностью этого проекта, черноморского экономического сотрудничества. Все же таки надо отметить, что любое участие Молдова в экономических таких международных структурах, оно может и должно быть использовано в интересах республики Молдова. И хочется отметить, что последний вот этот саммит, который довольно успешно организовала Турция, он прошел на высоком, хорошем организационном уровне. Я бы не хотела говорить, я бы хотела больше о восточном партнерстве. Оставьте страны при Черноморском. Да, вот больше, больше, да, именно по этой теме. Что касается восточного партнерства, тут я соглашусь с тем, что на самом деле в самой Европе со стороны, так скажем, видных европейских политиков звучит очень много скептицизма, пессимизма в части восточного партнерства. Надо признать, что сегодня сами европейцы не считают этот проект полностью успешным, потому что была попытка, да, вот такой блиц-атаки на Восток, дипломатической и политической, да, вот втянуть страны, да, постсоветского пространства, да, втянуть вот так, в такие рекордные сроки, да, вот в европейское пространство посредством программы восточного партнерства. Но на наш взгляд, вот если говорить конкретно о Молдове, то что нам очень неприятен пакетный подход, вот даже сделаю короткое отвлечение, там по инициативе председателя парламента Канду, да, вот было подписано совместное соглашение, да, парламентов Молдовы, Украины и Грузии о таком серьезном намерении вступить в Европейский Союз. Да, ну, тут надо Украину еще ввести в Европейский Союз, тогда Европейский Союз точно быстрее развалится. Но они хотели, чтобы появились какие-то перспективы, насколько я понимаю. Так будет четче, чтобы сказать. Это навязывая нам, да, внешне, некая геополитическая конструкция, в которой нас рассматривают в контексте. Мы хотим рассматривать Молдову как независимый субъект. И в данном случае мы должны понять, что именно приносит Республике Молдова программа восточного партнерства. И надо признать, что экономических заметных результатов у нас сегодня нет. И надо признать, что ситуация лучше в Молдове не стала. Более того, у нас сегодня импорт, да, то есть то, что мы покупаем, на 2% больше, чем экспорт, то есть то, что мы продаем. И, соответственно, мы уже не можем считать себя эффективной экономикой, в восточном партнерстве. И надо признать, что заметных показателей экономического роста нет. Что касается политических показателей, еще раз повторю, Молдова должна проводить всю независимую самостоятельную политику и должна быть самостоятельным игроком. А мы видим, что нас рассматривают пакетным методом. И этот пакетный метод нас, социалистов, никак не устраивает. Господин Гелецкий, вот вы слышали, да, мои реплики, безусловно, то, что сейчас сказал господин Батрынча. Все-таки настаиваете на том, что восточное партнерство – это полезный такой опыт. Да, я думаю, что полезный. И вот то, что сказал господин Батрынча по поводу этой общей декларации. Мне кажется, как вы правильно отметили, эта декларация говорит о перспективе. И, собственно говоря, она ничего не меняет. Даже, скажем так, никто не знает, что произойдет на следующих парламентских выборах. Я понимаю, что социалистическая партия делает все возможное, чтобы прийти к власти. Партия социалистов стремится к тому, чтобы прийти к власти. Но если будет такая перспектива, и решать. Но мы говорим сегодня о перспективе. Поэтому вопрос был поставлен очень корректно и правильно, чтобы была такая перспектива. Поэтому общее заявление Украины, Молдовы и Грузии, мне кажется, оно тоже хорошо укладывается. Я бы не согласился, потому что господин Батрынч, когда начал говорить о Черноморском проекте и так далее, все эти проекты по экономической линии, они все равно привели какие-то результаты неплохие. Может быть, опять не то, чего мы ожидали, чего мы хотели. Но результаты есть, и нужно оценить положительно то, что было достигнуто. Что касается политической точки зрения, мне кажется, здесь только вот этот украинский кризис, если так я могу использовать эту фразу, оно немножко омрачило, потому что на сегодняшний день этот вопрос еще не разрешен до конца. И мы не знаем, как ему разрешится, как разрешится украинско-русские отношения по поводу Крыма, по поводу Донбасса и так далее. Вот эти вопросы, они, конечно, как-то поднимают некоторую какую-то озабоченность. И с точки зрения западных политиков, может быть, и с точки зрения кремлевских политиков, чем все это закончится. А потом еще надо опять отметить, я вот, например, на последней сессии, не знаю, если Влад заметил, была одна резолюция по поводу Белоруссии. Мне кажется, это тоже немаловажный такой элемент, что после долгих лет, когда Белоруссии не было в парламентской ассамблее Совета Европы, делаются все-таки какие-то шаги, чтобы этот диалог восстановить с Белоруссией. А Белоруссия, пусть и формально, она тоже часть вот этого восточного партнерства, хотя она как бы не такой активный, может быть, игрок, но тем не менее определенные попытки предпринимаются к тому, чтобы были нормальные отношения. И мы не говорим о том, что обязательно нужно решать, вот Запад или Восток, а о том, чтобы были хорошие отношения, вот эти конструктивные отношения, вот это приближение к Евросоюзу, я всегда рассматриваю. Когда и на президентских выборах я здесь у вас выступал, говорил, что нельзя рассматривать взаимоисключающее, потому что если приближаешься к Евросоюзу, это не означает, что ты подрываешь свои отношения с Москвой, чтобы у тебя уже не было никаких отношений с Российской Федерацией, понимаете ли это? Так рассуждаете вы, но давайте будем честны перед собой, перед телезрителями, если мы вспомним, ну давайте недалеко, давайте вспомним 2014 год, давайте вспомним время перед парламентскими выборами. Ведь кто же говорил о евроинтеграции, ну знаете, невысоких таких, не знаю каких выражений. Нет, но это является приоритетом. Понимаете, да, это является приоритетом. Приоритетом внешней политики, понимаете, но этот приоритет внешней политики, еще раз говорю, это не означает, что мы объявляем войну Российской Федерации, или мы хотим разорвать отношения с Российской Федерацией, не о том идет речь. Мы говорим о каких-то приоритетах, почему для нас важно, чтобы эти приоритеты были, потому что это лучше, я так верю, лучше скажется на процветание страны, на материальное состояние наших граждан и так далее. Люди хотят лучше жить, мы же хотим, почему пришли в парламент? Мы пытаемся нашими усилиями, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Господин Батрынч, говорят, не объявляют войну Российской Федерации, хотят, чтобы все было хорошо, и вообще хотят дружить. Но я не могу забыть, и я одна, недавний последний шаг, это высылка российских дипломатов, это цепь каких-то таких событий, которые в Москве, точно вам скажу, не восприняли как дружественные шаги. Я тоже пример хотел сказать в этом ключе. Я тоже за мир во всем мире. Мир – это здорово, это замечательно, к которому надо стремиться. Если бы все было так, как говорит Гелецкий, то мы бы жили в гармоничном, нормальном обществе. Но реальность такова, что нас сегодня вписывают в геополитический конструкт. Я почему начал с того, что это совместная декларация трех парламентов с Украиной и Грузией, в которой официально уже легитимизировали, возвели в ранг государственной политики русофобию и антироссийскую риторику. И мы сегодня знаем, что это государства, которые агрессивны по отношению к Российской Федерации. И нас засунули в пакет между этими двумя странами. И, соответственно, мы говорим о том, что в геополитическом плане нас списывают в антироссийский пояс. И помимо еще до высылки российских дипломатов, мы прекрасно знаем о том, что у нас стало звучать в парламенте, в правительстве все больше русофобских заявлений. Мы прекрасно видим тенденции по цензурированию российских СМИ, попытки их блокировать. Мы прекрасно видим, что на самом деле никакого диалога правительство Молдовы не пытается вести с Российской Федерацией. Поэтому вот этого баланса, к которому мы должны были бы стремиться, потому что Республика Молдова обречена дружить и с Западом, и с Востоком, потому что у нас есть интересы, как у маленькой страны, и на Востоке, и на Западе. И потому что мы понимаем, что мы ничего не выиграем в противостоянии между глобальными игроками. У нас есть культурный, исторический, экономический, что очень важна, связь на Востоке. Но есть и те стандарты, в том числе в юстиции, которые мы можем взять за... Но проблема в том, что я вот очень коротко, еще раз по первому вопросу хочу сказать, очень важно, чтобы Республика Молдова проводила политику самостоятельную двустороннюю. То есть Молдова и Европейский Союз, Молдова-Россия, Молдова-другие страны. А когда нас уже вводят в какой-то пакет, я вижу вот в этом пакете, в данном случае, я вижу некое принижение молдавской дипломатики и статуса Республики Молдова как субъекта международного права. Ну вот вы знаете, начали говорить о совместной позиции Украины, Грузии и Молдовы, да? На самом деле все обстоит серьезнее, если мы вспомним тот факт, что никто иной, как председатель парламента, господин Канду, 4 или 5 дней назад заявил о том, что будет сделано все возможное, есть четкое намерение, что мы все-таки подадим заявку на вступление в ЕС до конца... Нет, он говорил о том, что мы подадим заявку, причем спасибо, что сказал честно, что это будет перед парламентскими выборами. Сегодня ему очень жестко, на мой взгляд, ответил господин Хан, это комиссар по расширению, он сказал, что вообще Молдове необходимо заниматься реформами, сказал он, займитесь. Займитесь, пожалуйста, выполнением соглашения, которое на сегодняшний день есть об ассоциации, а потом уже как-нибудь мы вернемся к этой теме. То есть мы, понимаете как, все время мы говорим, мы хотим, Европа, мы тебя хотим. И с таким вожделением, наверное, смотрит наша правящая коалиция в том направлении, а Европа уже как бы не очень верит. И на мой взгляд, это хороший вопрос, почему? Господин Гелецкий, согласен, что не очень верит? Ну, я сейчас вернусь к этому вопросу, просто хотел по поводу того, что господин Батронич сказал, что мы как бы в пакете. Ну, мне кажется, это неправильное восприятие, потому что реальность такова, что если мы говорим и о вразятском сотрудничестве, какое бы сотрудничество ни было, все равно и сотрудничество между многими странами, или между определенным количеством стран, которые ввиду, может быть, географического положения, ввиду, может быть, каких-то общих традиций, не знаю, общей истории и так далее. Люди разделяют какую-то... Молдова и Грузия. Нет, я понимаю, но Молдова и Грузия, вот когда мы говорим о бывшем Советском Союзе, мы говорим о том, о тех странах, которые... В чем, как говорится, да, собака зарыта? А я же никогда-то не отрицал, что у нас что-то связывали и так далее. Та же Украина, та же Белоруссия, которую я отметил, кстати, понимаете? А разве не так, когда хочешь кого-то отвязать от того, что связывало, да, вот как бы ты собираешь вот эти страны, да, вот именно... А мы знаем, от какой страны хотят отвязать. Отчаяния было, потому что Владу как-то так, что это пакетное. Ну, нельзя так утрировать, потому что когда ты вместе, ввиду определенных опять объективных аргументов, или ситуация так сложилась, это не обязательно, что это пакет. Просто так сложилась ситуация. Мы опять, мы на границе Евросоюза, есть какие-то политические... Эта ситуация сложилась по инициативе Молдовы? Ну, скажем так, это обоюдная ситуация. Потому что в момент, когда Молдову спросили, даже если инициатива вышла оттуда, и мы дали согласие. Откуда, простите? Как? Откуда вышла инициатива? Нет, ну инициатива Восточного партнерства вышла от Евросоюза, от этих стран, как Людмила... Такие страны, как Польша, Швеция, они предложили, были встречи... То есть нам Польша предложила Молдову, Украину и Грузию объединить? В совместном заявлении. В Восточном партнерстве шесть стран, если я не ошибаюсь. Поэтому мы говорим о тех шестых странах. И Армения, и Азербайджан, и Грузия. Я для себя пытаюсь понять то, что господин Гелецкий входит в правящее большинство, и у него больше информации о этих переговорах. Вот кто конкретно предложил и решил, и настоял, чтобы это было именно эти три страны? Не, ну я все подробности знаю. Я знаю просто политически, как решения принимались. И вопрос в том, опять, когда вышло это предложение. Это предложение было поддержано не только республикой Молдовы. Молдова, она отличается существенно экономически, исторически. Мы разные, нас нельзя сравнить с Грузией. А в Украине сегодня хаос полнейший. И во многом схожий. Когда Молдова дала добро, в Украине этого хаоса не было. Кстати, почему я отметил об этом кризисе. Ну, возвращаясь к этому вопросу, который вы задали, по поводу того, что для нас Евросоюз чуть ли не вожделенный. Конечно. У нас это религия, евроинтеграция и религия. Так, если можно так сказать, что мы последние годы. Давайте будем честно. Слушайте, когда ты в политике, и вообще в любом деле, да, я могу сказать и о церкви, если ты приходишь, и ты хочешь человека в чем-то убедить, а сам ты в это не веришь, ну, никто тебе не поверит. Поэтому, если ты веришь в определенные какие-то ценности, если ты веришь, что для твоей стороны это нормально, это пронесет какое-то благо, ну, конечно, ты будешь об этом говорить. Будешь говорить, стараться на встречах, на телевидении, и везде это убеждать людей. Потому что ты веришь. Ну, Гилетский, такое впечатление, что вы не слышали совершенно о том, как у нас евростандарты наслаждались буквально в том, как должна каждому учреждению, как должна мыть полы уборщица, и заканчивая политикой. Ну, так было. Я же не говорю, что нужно к этому относиться строго отрицательно, как бы так, да, то есть нужно понимать, что, возможно, надо было, но пора уже как бы включать мозги и думать. Ну, пора, ну, как раз о мозгах и речь сейчас, потому что вопрос менталитета, он не меняется. Он не меняется и за день, и за два, и за два-три года, и его не поменяешь. Это вопрос, который занимает определенное время, имеется в виду, что это такое усилие, нужно приложить к тому, чтобы люди на самом деле убедились, чтобы люди согласились, что что-то нужно изменить. Мне нужно в самом себе что-то изменить. Нам нужно в обществе что-то изменить, если мы хотим жить по европейским, скажем так, стандартам, чтобы в Молдове действительно жизнь была, чтобы на улице было чисто, прекрасно и так далее. То есть это настолько все многостороннее, что нельзя так утрировать и сказать, что вот оно так или черно-белое. Это не черно-белое, это гораздо сложнее. На улицах Кишинева было чисто, очень хорошо. Я помню по своему детству, я помню зеленый город, я помню хороший уровень жизни. И вот тот Советский Союз, при котором была построена та самая цветущая Молдавия, благодаря которой появился спорт, культура, образование, предприятие, чего не было до советской власти. И те, кто сегодня говорит, советская власть, плохо, Советский Союз, те, кто его разрешал сегодня, говорят, Европейский Союз. Я усматриваю те же принципы, и первый принцип, который я вижу, это государственная идеология, которую нам навязывают. Все те ценности, которые нам необходимо принять, априори нам надо с ними согласиться и забыть о том, кто такие мы есть. И нас втягивают, по сути, в такую же структуру. Но при этом я не вижу экономического подъема, я не вижу экономического подъема просто потому, что не учитывается специфика молдавской экономики, молдавского народа, не учитывается специфика того, как должна развиваться эта страна. И плюс нас пытаются оторвать от всего того, что для людей является естественным. И я хочу сказать только одно, что вот люди все же таки разбираются, видят и сравнивают. Именно поэтому за 8 лет рейтинг европейской интеграции упал в два раза. Если мы говорим о заседании ПАСЭ, о котором упомянул господин Гелецкий, я хочу напомнить, что господин Филипп, выступая там, назвал европейскую интеграцию главной национальной идеей. И сказал, что это главная мечта молдавского народа. Меня это возмутило полностью, потому что господина Филиппа, молдавский народ, не уполномочил говорить о национальном интересе и говорить от лица всего людей, потому что в европейскую интеграцию сегодня верят только 34, максимум 36 по самым оптимистичным опросам молдаван. И, соответственно, заявлять вот с этих высоких европейских трибун то, на что тебя люди не уполномочили, и то, что, если честно, большинство граждан и не видят, и не слышат, и брать на себя такие обязательства, безусловно, нельзя. Я хочу напомнить господину Филиппу в первую очередь и господину Канду, что до того, как вступить в ту или иную структуру, ему еще предстоит провести референдум. Но они сознательно убирают из вот этого международного процесса, в том числе, который предусматривает и референдум, они сознательно убирают пыльбесит. Потому что они прекрасно понимают, что большинство людей не поддерживает. Это они обанкротили европейскую интеграцию. Но референдуму все равно предстоит состояться. И в любом случае определиться надо будет людям. И в любом случае не должен политик говорить о национальной идее от лица всех людей. Но еще раз повторюсь, есть навязывание. И никто не спрашивает нас. Мы платим деньги. Соответственно, вы реализуете то... Вы понимаете, в чем дело? Что есть навязывание, как вы говорите, но никто не хочет, на мой взгляд, из власть придержащих, понять, что нам открыто говорят, что никакого вступления, вот говорил Хан, в ближайшие 10 лет... До Хана еще говорили 10 европейских комиссаров. Нет, ну вот он очень четко сказал в 2015 году, пожалуйста, вот учтите это. Юнкер делал очень жесткие в этом отношении заявления. Это понятно. Но вы понимаете, в чем вся ситуация? Что на сегодняшний день, если посмотреть на, мол, да, европейские отношения, если можно так выразить, да, Молдова-ЕС, то очень многие аналитики уверены, что как раз отношения находятся на нижайшей точке. Я поясню, почему. Давайте поясним для телезрителей, для того, чтобы это было понятно и им. И увязывают они это непосредственно реакцией правящей коалиции на решение венецианской комиссии. То есть, ну, социалисты, понятно, они хоть всегда говорили, что европейцы, европейцы, на свое, до свидания. Здесь вот, понимаете, когда нам говорят, Европа это стандарты, мы хотим жить, как они, мы хотим, чтобы были такие же ценности. А тут, когда европейцы попытались сказать, а вы плохо делаете, это ребята. Ребята сказали, а, ну, в принципе, как бы... И нам не важно. Понимаете? И вот настолько все плохо, господин Гелецкий, что они обуславливают это даже финансами. Нет, ну, это отдельная тема. Нельзя так сказать, когда европейские... Ну, почему отдельная тема? Давайте... Не имею в виду, что избирательный кодекс отдельная тема. Я это именно говорю, да. Избирательный кодекс отдельная тема. Но вы согласны, что отношения ухудшились, и мы видим из уст европейских чиновников, которые прямо говорят нам о том, что, вы знаете, мы заморозим финансирование. Моя точка зрения. Если сравнить конец 2015 года, начало 2016 года, тогда, мне кажется, были на самом низком уровне наши отношения с Евросоюзом из-за кризиса миллиарда, из-за того отставки правительства, неспособность формировать новое правительство. А уже после того, как правительство сформировано было, ситуация чуть-чуть изменилась. Она изменилась и в вопросах, хотя Влад таких критикует, но все равно в вопросах, если смотреть опять конец 2015, начало 2016 года, и смотреть... Нет, он не критикует опросы, он просто сказал, что количество... Нет, он сказал, что по самым оптимистичным ситуация самая такая низкая. Но я не согласен, потому что все познается в сравнении. Если опять сравнить прошлогодние опросы и сравнить в начале этого года опросы, то динамика положительная там. Но по поводу... По поводу... Да, вот вы знаете, когда говоришь, это все вот эти вещи сказали нашему премьеру, это сказали господину Филиппу. Кто сказал? Ему сказали, когда у него был непосредственный визит в Брюсселе, ему объяснили, что это увязывают с финансированием. Ну понятно, но опять я возвращаюсь к финансировать. Когда Европейский парламент проголосовал... Кстати, я был в Европейском парламенте, встречался с депутатами от различных политических групп и партий. У меня была такая уверенность на одном... Скажем, на одном телевизионном канале, обсуждая эту проблему с тем, который пытался меня уверить в том, что не будет финансов, если вы проголосуете за смешанную систему. Я сказал, ну вы ошибаетесь, потому что финансы верно придут, не так, как вы считаете. То есть проголосуют за смешанную систему, а европейцы все равно дадут деньги? Нет, финансы, потому что... Нет, секундочку, вот те 100 миллионов, о которых они нас честно предупредили, денег не дадим. Нет, те 100 миллионов они дадут в зависимости от других условий. Это не связано с избирательной системой. Там есть другие условия, которые Молдова должна выполнить. Она взяла их на себя еще до того, как мы знали, какое заключение будет в Венецианской комиссии. Поэтому мне надо эти две вещи смешивать. Нет, ну почему? Все очень просто. Если голосуется смешанная система до конца этой комиссии, до конца этой сессии, хотя европейцы очень просят, говорят, вы отложите на осень. Нет, на осень хорошо. До конца этой сессии непременно будет согласовано. Вы прочитали, когда вот было проголосовано, там есть хоть одно слово, что если до конца этой сессии вы проголосуете за смешанную систему, деньги не будут. Я читаю заявление, и я читаю еще, кроме всего прочего. Заявление разных евродепутатов, это одно. Это не надо. Мы говорим о документах, которые были подписаны. То, что были переговоры с Молдовой. Молдова взяла на себя 30 обязательств. И вот каждая, скажем, сумма, которая будет сюда переходить, она будет в зависимости от выполнения поэтапно вот этих условий. Но я хотел одну маленькую ремарку по поводу Влада. Не, ну по поводу того, что он мне сказал, что он помнит, Кишнев был у нас чистым и так далее. Мне кажется, ну и я так с любовью это говорю, как бы с уважением, когда мы начинаем жить воспоминаниями прошлого, мы уже начинаем стареть. И все равно жизнь, она динамичная, Влада. Она, надо вперед смотреть. Всегда нам кажется, что в детстве все было идеально, все было хорошо. Влад, не наставники вместе с вами начинают стареть. Наверное, процентов 90 кишиневцев, потому что они тоже помнят, как это было. Нет, все равно. Надо смотреть надеждой вперед. Надо смотреть вперед. Но положительность, я с чем я согласен, я, кстати, в ПСЭ всегда с этим борюсь. Я действительно против идеологии, потому что идеологию, которая навязывает, не имеет значения. От Запада, с Востока всегда был против. Я с детства вырос, и для меня идеология является большой проблемой. Мы не должны допускать, чтобы на государственном уровне, через государственную политику навязывали нам какую-то идеологию. Я поняла. Я полностью с ним согласен. Понимаете, как? Влад, у меня только... Позвольте, я четче сформулирую вопрос. Господин Гелецкий считает, что отношения совсем не ухудшились. Ну вот нет ничего такого. Все вокруг, они как бы не так говорят. Понимается? Вот и все аналитики, которые считают, что на низшей точке, они тоже не правы. А вы как считаете? Ну, я думаю, что достаточно людям, которых интересует эта тема, интересуют ответы на ваши вопросы, Людмила, надо просто читать первоисточники. Это несложно. Даже если человек плохо знает английский, то можно просто читать европейские сайты, либо высказывание декларации европейских политиков, и через Google Translate читать их на удобном языке. По-моему, слишком очевидно становится, что большинство европейцев критикуют сегодня Республику Молдова. И это не мнение отдельное, это в целом сегодня тенденция. Два. Очевидно для всех абсолютно, что никогда Молдова членами Европейского Союза не станет. Европейский Союз говорит об этом очень твердо, что почему они создали программу восточного партнерства, потому что они не собираются расширять Европейский Союз новыми членами на восток. У них есть существующие внутренние кризисы, и абсолютное большинство чиновников, я не говорю европейцев, чиновников Европейского Союза говорит о том, что и Румыния, и Болгария, это были ошибки. И Brexit, вот это подтверждает, на самом деле, только начало, и поэтому мы должны понимать одну вещь. Вот если мы говорим правду, Молдова в Европейском Союзе не будет. Первое. Второе. Мы не знаем через 10-15 лет, будет ли Европейский Союз. Если будет, то в каком он будет формате. Именно исходя из этих глобальных кризисов, ситуаций, Республика Молдова должна выстраивать свою политику таким образом, чтобы у нее был самостоятельный вектор развития, самостоятельная политика, и самое главное, самостоятельная экономика. И поэтому мы должны говорить о хороших взаимоотношениях с Европейским Союзом. И мнение европейцев о Молдове не изменится от того, подаст она заявку, которая не будет удовлетворена, или не подаст. Но мы должны быть предсказуемым партнером и для европейцев, потому что слишком много у них было разочарований. Но мы должны быть предсказуемым партнером и для Востока. И когда у Молдовы будет своя независимая позиция, когда Молдова будет серьезно работать над своей экономикой и поднимать уровень жизни людей, тогда с нами, если здесь будут культурные условия жизни, к нам будет уважительно относиться и Запад, и Восток. И что касается Советского Союза, я-то не ностальгик, мне еще стареть, наверное, рано. Но я хочу сказать только одну вещь. Не будет будущего, если ты не анализируешь прошлое. Все, что было построено в Республике Молдова в послевоенное время, потому что до предвоенного времени здесь даже одного университета или одной больницы не было построено. Все было построено при тех условиях жизни. Молдова стала демонстрировать просто, называли ее только процветающей Молдовой, потому что здесь были самые высокие уровни, темпы развития экономики, самая высокая в Союзе демография. То есть все, что было построено, города, зафоды, фабрики, театры, спортивные крутые объекты и так далее, это было построено тогда. Все, что мы наблюдаем в 90-е годы и до сих пор, это лишь приватизация того, что осталось от так называемых оккупантов. И, соответственно, я не вижу, чтобы строились крутые объекты, объекты спорта, потому что вот у нас юность разрушена, и сейчас там будут строить. Я просто не хотела бы, чтобы мы сейчас... Не, я понимаю, я просто призываю анализировать и понять, когда это строилось, и кем это разворовывается. Филат на чем вырос? Министр приватизации. Лучинский на чем вырос? На приватизации. Все, в чем преуспели эти господа, это не строительство, а это просто присвоение того, что когда-то было национальным благом. И, соответственно, мы должны и в экономике вернуться, к государственным средствам производства, то есть чтобы у государства были государственно образующие предприятия. А мы видим, что железную дорогу сегодня банкротят. Мол, телеком сегодня ведут приватизацию. Табачку разрушают. И это все те предприятия, которые были созданы тогда. И поэтому я хочу получить от власти, либо от любого политика, который будет относиться к коалиции, к власти, простой ответ, что вы построите и когда вы построите. И что вы сделаете для того, чтобы вернуть то, что было украдено. Потому что мы говорим о национальном достоянии. Политики приходят, уходят. А нашу страну обокрали. И обокрали те, кто выступают за европейскую интеграцию. Вернемся все-таки к внешней политике. Я поняла ваше мнение в отношении Европейского Союза. Но вот тут еще отношения с Соединенными Штатами. Вот здесь уже господин Гелецкий не даст мне соврать, потому что я прочитаю заявление. И даже не буду ссылаться на зампомощника госсекретаря США США Бриджит Бринкс, которая на встрече с премьером Филиппом по многочисленным сливам, которые после этой встречи произошли, она полностью поддержала европейцев, чтобы выполняли мнение венецианской комиссии. Ну а посол Соединенных Штатов, господин Петит, сказал, что, цитирую, настойчивая попытка Демпартии изменить избирательную систему, говорит о ее намерении укрепить свою власть и политическое влияние. Извините, уже цитирую, потому что господин Гелецкий говорит, нет никаких заявлений. То есть я не помню, что посол Соединенных Штатов столь жестко комментировал действия властей. Получается, что у нас отношения, мягко говоря, не очень, не только с европейцами, но и с американцами. Я сейчас опять отвечу на ваши вопросы, просто Влад так хорошо провоцирует, я не могу не дать ему реплики. Нет, я прошу вас, все-таки, давайте вы ответите на мой вопрос, потому что это очень важно. Потом вот уже по окончанию реплики про Советский Союз скажет. Я все-таки настаиваю, господин Гелецкий. Вот отношения с Европой, я настаиваю, что они ухудшились, мы видим. И вот Соединенные Штаты. Они не ухудшились, все опять познаются в сравнении. То, что изменение избирательной системы вызвало неоднозначное мнение со стороны лидеров Евросоюза, это так. Никто это не отрицает. И многие смотрят как бы с определенной опаской вот те изменения, которые намерены, скажем, в парламенте проголосовать Демпартия, социалисты. И мы, кстати, тоже поддержали эти изменения. Но для нас тоже очень важно, если те поправки, которые мы готовим над ними работаем и с перспективы замечаний Венецианской комиссии. Потому что это очень важно. Политическая составляющая этого заключения, одна сторона. Но есть и юридические заключения, или юридические рекомендации Венецианской комиссии, где мы должны прислушаться. И здесь, мне кажется, и те же Соединенные Штаты, и Евросоюз, они свое мнение могут изменить, если мы юридические рекомендации учтем. И скажем, да, мы их учли, мы ввели это во втором чтении, и эта система, она будет хорошей, и, скажем, можно будет использовать на следующих парламентских выборах. Я понимаю, и еще раз говорю, я разделяю определенную, скажем, озабоченность и Соединенных Штатов, и посла Соединенных Штатов в Америке, понимаете-ка. Вот эти заявления говорят о том, что отношения обострились с Соединенными Штатами? Нет. Тоже не обострились? Нет, это говорит о том, что... Хорошо, господин Гилецкий, тогда такой контур... Нельзя обобщать, Людмила, я против обобщения. Это говорит о том, что в Молдове на сегодняшний день, на повестке дня, политические повестки дня, есть один важный вопрос. Изменение избирательной системы. Эти страны, Соединенные Штаты, Евросоюз, они высказались по поводу вот этой инициативы. Но нельзя через эту инициативу все как бы перечеркивать. Будем точны. Господин посол высказался по поводу демократической партии. Он не высказался по поводу, я зачитаю еще раз. Нет, ну он... Да, он высказался по поводу... Нет, Людмила, давайте так, опять, справедливости ради, он высказался по поводу демократии в контексте изменения избирательной системы. Да, но он сказал, что эта партия, да, всего-навсего пытается укрепить свою власть и политическое влияние. А какая партия, интересно, не пытается укрепить свою власть и остаться в власть? Есть такая партия на земле? Вы знаете, каждая партия, конечно, пытается остаться у власти, но при этом, когда говорят об интересах государства и о ключевых моментах, то стараются хотя бы частично что-то еще сделать. А у нас говорят, что хотят изменить систему. А я считаю, что нужно сказать честно, это политический вопрос. Господин Гелецкий, это политический вопрос. Я же не отрицаю, что политист. Поэтому в этом, собственно говоря, посол Петит вот в этом увидел. И в отношении того, что они не ухудшились, вот смотрите, в очень многих СМИ прошла простая информация. Прием в Соединенных Штатах. Ну, вы знаете, что такое прием в Соединенных Штатах для Республики Молдова. Не празднование независимости Соединенных Штатов Америки. Господин Гелецкий, я же вас не перебивала. Это важно. И мы знаем, как в последние годы, когда наша республика курс на евроинтеграцию провозгласила, у нас все приходило, высшее руководство, все приходило на приемы в посольство Соединенных Штатов. Здесь высшее руководство, я имею в виду спикер, премьер, я имею в виду сейчас господина Плохотнюка, да, то есть понятно. Никто не пришел. И это, я вам уже говорю информацию, что американцы это восприняли как большую обиду на то, что им сказали правду. Я не уверен, что они обиделись. Я, например, тоже не пошел, но не думаю, что они обиделись. Я был в Страсбурге, я не смог поехать, прийти на этот прием, посвященный Дня независимости. Если бы хотели, был бы уровень повыше, чем был, согласитесь. Ну, я думаю, что те, которые, скажем так, сейчас, те, которые вы их отметили, они могут и за себя ответить, почему не были. Ну, безусловно, я же не говорю, чтобы вы ответили причину по их мнению. Я просто говорю. Я бы не стал это преувеличивать, это могло быть просто такое неудачное совпадение с течением обстоятельств. Вот эти все заявления. Это невозможность сказать, Влад, вы просто все-таки про Советский Союз. Давайте отдельную передачу сделаем, я вам предоставлю. Вот есть такой постулат, Влад. Никогда не говори никогда, особенно в политике. Ты скажешь, что никогда Молдова не станет членом Евросоюза. Мне кажется, самый честный ответ, я бы к нему присоединился. Мы не знаем. От меня это европейцы говорят. Нет, нет, ты сказал никогда. Я-то что, от меня это мало зависит. Мы не знаем. По поводу Советского Союза. Я согласен, если бы мы анализировали, но мы не можем жить в прошлом, потому что все равно жизнь идет вперед. Где предприятия, которые оккупанты построили, где эти предприятия? Еще раз говорю, жить в прошлом нельзя. Нет Советского Союза сегодня. Я все-таки пытаюсь вас вернуть к теме внешней политики. Но мы вернем то, что было украдено и приватизировано. Ну, то, что возможно будет, конечно вернем. Но ведь это принадлежало людям, не важно, Советский Союз, Европейский Союз. Но ведь это было людей, и все эти предприятия были разрушены, приватизированы. Их кто-то... Согласен. И не построили взамен ничего. Компартия пришла к власти, тоже это обещала. Господин Додобов, членом компартии. Но не все удалось им решить. Не все удается решить так, как нам хочется. Филата надо было брать до 2014 года. И тогда мы что-то бы вернули. Не только Филата, потому что Елучинского, который залез в банк одеэкономии и других. Я призываю вас вернуться к внешней политике. Вопрос мой касался Соединенных Штатов. С вашей точки зрения... Послушайте, пожалуйста, я вас с этим поздравляю. Все-таки, с вашей точки зрения, вот заявления посла, данные, которые просочились после встречи помощника госсекретаря, о том, что они недовольны. И они в открытую говорят, что не нравится им то, что происходит. Мне очень нравится нынешний посол Америки. Слушайте, вы так восстойчиво это сейчас говорите. Он настолько искренний, он рассказал наконец-то, что думает Америка в его лице о реформах этой власти. А самое главное, он сказал, сколько мы денег не даем, и все равно они смотрят в сторону России. Столько стеклянных буст, бананов сюда завезли, а они все равно смотрят на Россию. И он признался в том, что американцы не могут понять ментальность наших граждан. Он признался, что все, что они не делали, но не могут они навязать людям русофобию, не могут они навязать людям другое мышление и так далее. Политикам могут навязать, а людям нет. И поэтому я очень благодарен господину посланию. Он сказал, мы столько денег дали. Ему сложно понять, почему он так. Столько денег дали, а все равно люди смотрят в сторону России. И он не может понять эти опросы. Понимаете, что значит, что он не может понять результаты этих опросов? А почему они не исходят в своей дипломатии, исходя из этих опросов? Если они говорят, все американские послы, они говорят, мы дружим не с властью, мы дружим с людьми. Так в чем проблема для свободного, демократического американского народа принять мнение большинства людей? Зачем дружить с элитами, а не дружить с людьми? Поэтому я благодарен господину послу, что он открыл, наконец-то, карты. Что он вот так очень четко и лаконично сформулировал концепцию американской внешней политики. Их не интересует, что думают аборигены. Им надо навязать конструкцию. А я буду благодарна, если вы ответите на мой вопрос. Все-таки вот эти заявления и общий фон говорит об ухудшении, их отношение к власти. Вопрос был об этом. Ну, однозначно. Вы понимаете, это однозначно? Я пытаюсь этот ответ получить. Все, кто читают заявления американских дипломатов, политиков, либо европейских, видят, что 90% это критические замечания. Нет реформ, первое. Второе, коррупция. Третье, нет результатов в юстиции. Ну, вот это, пожалуй, их тройка. И на самом деле это так, потому что по всем международным рейтингам, уже не политическим, не американским, не европейским, а всемирным, у нас рейтинг коррупп, по рейтингу коррупции мировому, мы опустились. То есть мы еще больше стали коррумпированы. По рейтингу свободы юстиции, которые делают очень авторитетные мировые издания, по рейтингу свободы юстиции ситуация у нас также ухудшилась. Поэтому, если говорить конкретно, то не видно показателей, вот не видно сегодня показателей, ощутимых, что стало лучше. Людмила, знаешь, что вот реальность, которую ты наблюдаешь в студии, она отражает то, что происходит в обществе. В обществе есть некоторые, которые считают, что ухудшились, а есть те, которые, как и я, считают, что они не ухудшились, они нормальные, где-то с переменным успехом, в зависимости от той или иной проблемы, могут быть какие-то, скажем, акценты расставлены. А ситуация нормальная, она в нормальном русле развивается и между Евросоюзом, и между Америкой, понимаете. Нет, вы сейчас повторяете, вы идете по второму кругу, вы повторяете свои слова, а я хочу все-таки господина Хана процитировать. Вот он, да, он очень четко сказал, что молдавские власти не имеют причин, чтобы торопиться с принятием смешанной системы. И теперь пришло время, чтобы начать диалог с другими политическими силами в стране, да, заметьте, то есть власти, это, наверное, не очень нравится, заинтересованными сторонами и организациями гражданского общества. И только после этого ЕС, говорит он, оценит результаты этих диалогов, и они повлияют на решение о продолжении финансирования. Я согласен. Да, то есть, вы видите, здесь недовольство. Нет, это не недовольство, это призыв, это призыв, Людмила. Кстати, на прошлой неделе мы тоже были, вот не было от вас, Влада, там, где были дебаты по поводу избирательной системы. Я сделал призыв, я стою на той же позиции, чтобы те вне парламентской партии, они тоже участвовали в этих дебатах. И есть хорошая тоже статья вышла господина Богату по поводу того, как поступает сегодня наша оппозиция. Поэтому, скажем так, призыв к тому, чтобы все сели за круглый стол, поговорили, высказали свое мнение, постарались найти точки соприкосновения. Это на своем месте, и я это полностью поддерживаю. Господин Герецкий, если власти будут вот так рассуждать, как и вы, то, скорее всего, для них уже, знаете, как бы методом ухудшения отношений будет уже, когда, знаете, наверное, прямым текстом уже пойдут, уже выступят и скажут, молдавская власть не может. Тут же господин Канду сделал приглашение всем партиям, чтобы они пришли в парламенте обсуждать избирательную систему. Господин Герецкий, не уводите меня, вы меня про Советский Союз, а вы меня, я по поводу системы, по поводу избирательной системы, по поводу обуславливания и финансирования. Пригласил всех, чтобы мы обсуждали эту избирательную систему. Я говорю сейчас об оценке европейцев, а не то, что делает господин Канду. Господин Канду вообще считает, что все супер, мы должны заявку подавать, понимаете? Ну нормально, что тут такого, что подавать ее. Единственное, что может остановить, что вдруг негативный будет отзыв, сами понимаете. Хорошо, на самом деле, может быть, право господин Герецкий в том, что разные какие-то оценки есть, но политологи, очень многие, с которыми я говорила, они говорят так. Но вообще, ты знаешь, интересная ситуация такая складывается, потому что, если добавить еще ко всему этому, явно, так мягко скажем, отношение правящей коалиции к России, вот так скажем, это тоже, значит, один из таких напряженных, я бы сказала, моментов. Но есть еще и президент, фактор президента, у которого четко есть свое видение внешней политики и который проводит то, что он обещал своим избирателям, да, то есть у него явно взгляды отличаются, как у правящей коалиции. Возникает очень хороший вопрос. Вот эти вот все моменты, Влад, вот они говорят, какие у нас векторы, что у нас происходит с внешней политикой страны? Показательно столь активное голосование за Додона в прошлом году, потому что это исторический рекорд, более 800 тысяч голосов, да, 830, 835, столько никогда не выходило на выбор за того или иного кандидата или партию. Но наверняка люди, которые голосовали, знают, за что выступает Игорь Николаевич, знают его видение внешней политики. И это еще один показатель, в том числе и для американцев, для европейцев, для всего мира, что люди хотят перемен в Молдове. И эти перемены, они рано или поздно наступят. Да, сегодня правительство, правившее большинство, всячески блокирует инициативы президента Додона. Он не успевает закончить визит, и визит, в котором обсуждалось с Путиным конкретно. Не обсуждались какие-то вещи, что там Европа плохая. Говорили там мигранты, говорили овощи, фрукты, вино, говорили цены на газ. Ну, казалось бы, просто промолчите. Промолчите, потому что если Додон это все решит, то в принципе вам, которые власть сегодня правительства и парламентское большинство, вам-то неплохо. Но сразу же летят телеграммы, депеши, что там правительство против и парламентское большинство заявлений Додона. Конечно, есть вот эта двойственность власти. Конечно, внешние партнеры не всегда понимают, как на это реагировать. Но хочу сказать, что европейцы, да, Запад, они очень прагматичны. Они ежедневно встречаются с президентом, они пытаются понять его видение дальнейших событий, пытаются понять позицию и по экономике, и по Приднестровью. Потому что они понимают, что социалисты приходят во власть, им надо понимать, как работать. И хочу вам сказать, что европейцев-то абсолютно не пугают. Они понимают, что это будут профессионалы, с которыми будет выстраиваться нормальный диалог. Но как бы то ни было, мы все равно не отказываемся от нашей повестки дня. И повестка дня это известно. И самое главное, чтобы было доверие людей. Господин Гелецкий, как вы характеризуете внешнюю политику Республики Молдовы на сегодняшний день? Ну, вопрос очень такой обширный. Нет, просто мы весь об этом говорили. Мы смотрели отношения с ЕС, мы смотрели отношения с США, мы говорили о России. И вы как характеризуете это? В целом, мне кажется, внешняя политика Молдовы нормальная. То, что сказал сейчас господин Батрынча, появился фактор президента, который не полностью разделяет внешнюю политику, проводимую парламентом или парламентским большинством и правительством. Но в какой-то степени это, можно сказать, приводит к какому-то балансу. Хотя я не соглашусь с тем, что, наверное, какая-то метафора была, что европейские политики настолько прагматичны, что они ежедневно разговаривают с нашим президентом. Ежедневно я не думаю, что они прямо разговаривают. Но то, что они разговаривают, это так, это нормально. На своем месте должны быть эти встречи и эти разговоры должны быть. Правда, есть и со стороны президента некоторые вопросы. Например, вот эти отношения с Северной Кореей, которые тоже непонятно хотят по линии партии социалистов, но тем не менее это вызывает определенную какую-то озабоченность. Я даже не видел, чтобы Российская Федерация имела такие как бы тесные, теплые отношения с Северной Кореей. И понятно, что Коммунистическая партия Российской Федерации, у них хорошие отношения с Северной Кореей. Тем более, что господин президент всегда выступал за то, чтобы мы проводили, защищали и поддерживали христианские ценности. Мы знаем, что этот режим в Северной Корее делает с христианами и так далее. Поэтому для меня тоже есть некоторые вопросы президенту. Почему появляются такие элементы, которые вызывают какую-то определенную озабоченность. А так в целом я считаю, что внешняя политика Молдова... Нет, я сказал, что в целом нормально, но не бывает, чтобы все прямо отлично. Но в целом внешняя политика Молдова, она нормальная. То есть у нас нет сейчас разорванных каких-то дипломатических отношений с какой-то страной. У нас где-то с какой-то страной более лучшие отношения, может какие-то более холодные отношения. Но тем не менее в целом, мне кажется, это нормальная внешняя политика и нормальные отношения Республики Молдова с другими странами. А на какой вектор вы бы посоветовали наибольшее внимание? Европа, США, Россия? Вот мне интересно. Для меня приоритетным являются западные векторы. Евросоюз, Соединенные Штаты являются приоритетными. То есть там надо что-то. Но это не исключает наше доброе отношение с Российской Федерацией. Всегда так отмечаю, Людмила. Господин Батронич. Вы не считаете, что Димаш впервые за историю Республики Молдова, когда выслали пять дипломатов? Не было такого. А вы не считаете, что кто-то рассчитывал на жесткую реакцию Москвы с тем, чтобы Москва расторгала дипломатические отношения? Вы не считаете, что такой был план? Я так не считаю. Я, например, был с Богданом Цирдия, с вашим коллегой на другом телеканале. Мы как раз обсуждали вопрос высылки российских дипломатов. И мне понравилось, что в конце и сам господин Цирдия признался в том, что да, надо признавать, что есть такая практика у посольств, чтобы иметь и людей, которые представляют спецслужбы и так далее. Я же не видел всю эту информацию. Я не знаю. Я на сегодняшний день, у меня нет оснований заподозрить молдавских властей, что они выслали чисто дипломатов. Там, скорее всего, все-таки были и другие элементы, связанные с другой их деятельностью на территории Республики Молдова. И это очень важно. Не имеет значения. Это Российская Федерация, Соединенные Штаты. Какая бы либо страна ни была. Да, Молдова маленькая страна, но это не означает, что ты на территории Молдовы можешь развивать и другую деятельность. Давайте соблюдать эти дипломатические международные соглашения, которые у нас есть, и тогда будет все нормально. Ну, я думаю, что спецслужбы есть во всех посольствах. В Великобритании МИ-6. Посольства Америки напичканы ЦРУшниками. И поэтому у каждой большой страны, у которой здесь есть какие-то контакты, интересы, у всех есть спецслужбы. Никогда за 25 с лишним лет Республика Молдова не прибегала к столь радикальным методам. И я абсолютно уверен, что это случилось по возвращении координатора Альянса Плохотнюка, по возвращению из Америки. То есть это одно из тех обязательств. Вот он вернулся, это произошло. Знаете, что пугает? Не пугают отношения с европейцами, потому что европейцы, они очень прагматичны и открыты в данном случае. То есть их интересует, чтобы Молдова была просто страной-соседом, в которой все спокойно, предсказуемо, и нет никаких взрывов потенциальных. Меня пугает и напрягает вот та политика, которую нам навязывают именно Соединенные Штаты. То есть нам навязывают политику русофобии. И нас всячески включают в антироссийский пояс. Потому что если говорить о внешней политике, в глобальном плане, то Запад, Америка очень много денег инвестирует в расширение на Восток. И это не только НАТО, но это и все другие структуры и инфраструктура. И, соответственно, нас видят, нам отвели роль одной из страны в антироссийского пояса. Вот как Гуам когда-то строился. И я абсолютно уверен, что это противоречит национальным интересам Республики Молдова. Республика Молдова должна сохранить свой нейтралитет, должна уметь бояться, должна уметь отстаивать свой нейтралитет. И говорит, западным партнерам, мы вас уважаем, мы готовы дружить с Европейским Союзом. Но признайте, наше право вести одновременно при этом диалоги с Востоком, с Россией, нашим партнером, проверенным веками. Но нам отказывают в этом партнерстве. Вот в чем вопрос. Если бы все было так, как говорит господин Гелецкий, я бы только порадовался. Но он видит ситуацию оптимистично. А есть политики, которые проводят совершенно другую повестку дня. И вот эта повестка дня, она нас радикализирует. И поэтому нам в идеале, нам в идеале, все-таки с точки зрения внешней политики, это разумный, грамотный, цивилизованный нейтралитет, это добрые отношения с Востоком и Западом. И умение мягко, деликатно, но настойчиво проводить нашу национальную идею и нашу повестку дня. Я благодарю вас. Наше время вышло. Мне показалась наша беседа содержательной и интересной. От себя только могу добавить, что всем известно, что большие страны должны проводить большую политику, а маленькие страны умную. Мне очень хочется, чтобы Молдова в этом отношении проводила только умную политику. Потому что проблемы на самом деле они есть. И что господине Гелецке интересно, они, как правило, перед выборами. Вот у нас внешнеполитическая тема, она, как правило, знаете, получает, не уж как у нас, да, геополитика у нас прямо чуть ли не при выборах примара села уже, да, рассматривается. Я благодарю вас за участие в этой программе. И, конечно же, жду вас еще к нам в гости. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова